В планах администрации, конечно, смотрим мы помещение, да, конечно, мы хотим, чтобы был комплексный центр. Нет ничего более постоянного, чем временное. Так и вышло с кабинетом спортивной медицины. Сейчас будущие чемпионы, которые готовятся к соревнованиям или им необходимо лечение после турниров, чемпионатов, приходят к спортивному доктору по улице Калина, 175. Это помещение было выбрано для временного размещения. Параллельно велись поиски другого. Но это оказалось непросто, говорят в администрации. С нашей стороны мы делаем все, что мы можем делать, да, то есть помещение, мы все, что смогли, мы показали, обсудили, пока что они у нас не подходят. И лицензию они получили как медицинское учреждение, то есть краевое учреждение абсолютно все устраивает. И те функции, которые выполняло отделение, они выполняют, наверное, может быть, с ними с контролем. Основной вопрос был к помещению, которому необходим ремонт. Так, к слову сказать, отделение спортивной медицины на данный момент существует лишь в нескольких городах региона. В краевой столице Кудымко, Речиковском и Соликамске. Напомним, в ноябре 2023 года представители краевого отделения посетили наш уголок и сообщили, работать можно и так. Синица в руках или журавль в небе, да, вот мы сейчас имеем синицу твердо в руках, да. Мы шли к этому немало времени и этот вопрос вот уже почти год подразделения функционирует. Дальше уже, ну, это уже как бы второй вопрос. В соответствии с приказом 1144 дважды в год углубленный осмотр проходят спортсмены этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Тренировочный этап проходит один раз в год, поэтому здесь острота проблемы, я думаю, вообще снижается. Специалисты головного учреждения, то есть нашего диспансера, готовы выехать сюда бригадой со всеми специалистами, которые принимают участие в углубленном осмотре, включая даже ультразвуковую диагностику экспертного класса, мы это практикуем. Руководителей все устраивает. Место есть, врачи работают, справки выдаются. Да, вопрос с местом более приглядным будет решаться и дальше, сообщают в администрации города. Сейчас же главная задача сохранить отделение спортивной медицины в нашем городе выполнена. Вопрос же стоял о том, чтобы его вообще здесь закрыть, и тогда мы столкнулись с большими проблемами. Мы это, я считаю, что с этим мы справились, мы отстояли, то есть они здесь остались. Вопрос второй стоял по размещению, что не всем было удобно. Наверное, все-таки я соглашусь с администрацией, и может быть пока вот, ну вроде все работает, все нормально, нет каких-то недовольных, то есть как бы людей. Медицину мы сохранили здесь, это основная, все-таки самое важное. Я думаю, что может быть есть смысл снять действительно этот вопрос, а так, ну все мы будем прекрасно контролировать, многие здесь спортсмены. Члены комиссии, в которой, собственно, и поднимался вопрос не первый раз, поддержали решение снять с контроля эту тему. Но лишь по бумагам. В реальности спортивная медицина под присмотром заинтересованных лиц. Добавим, обособленное подразделение врачебно-физкультурного диспансера в Соликамске расположено по адресу улица Калина, 175. Телефон для записи на вашем экране. Евгения Константинова, Сергей Сюзев, телекомпания Соль-ТВ. Продолжение следует...